Микс Ньюс Здравствуйте, добрый день, уважаемые слушатели Это разворот и его особый выпуск Как всегда, в середине недели Это программа «Культурная среда» И мы поговорим сегодня о классической музыке И сегодня, ну вот, Евгений Привалов и Эпштейн К сожалению, отсутствует Программу проведу я, Олег Пека И сегодня мне в этом поможет наша гостья Органистка, организатор фестиваля Органы Дни Владгалии, Лариса Царькова Здравствуйте, добрый день Здравствуйте И наш звукорежиссер Евгений Копеин Звонить можно, нужно, обязательно 67212-93-9, 67213-93-9 Все равно, вот, мы никуда не уйдем от темы органа Поскольку очень много событий, концертов Связаны как раз-таки с органной музыкой Сейчас в Домском соборе проходит 32-й фестиваль Домского собора И вот, может быть, нашу афишу Мы можем начать с концерта Я понимаю, прямо сегодняшний Да, сегодняшний, вы, причем, принимаете в нем тоже непосредственно участие Да, сегодня в 7 вечера в Домском соборе Ожидается замечательный концерт В рамках 32-го международного фестиваля Рижский Домский собор Выступит органный дуэт Ивета и Яны Спелше Вместе с двумя ударниками И программа очень-очень интересная Очень темпераментная и красочная И я в этом концерте вместе со своей коллегой Яландой Баринской принимаю непосредственно участие Как ассистент Потому что все мы знаем, что орган Домского собора Очень большой Один из самых лучших в Европе Там очень-очень много регистров 126 И очень много педалей внизу И поскольку органисты заняты Они играют и руками, и ногами Так мы, ассистенты, помогаем им переключать краски Делаем более богато это звучание органа Так вот, сегодня вечером Будет замечательное переложение Равеля Знаменитого произведения Болеро Вместе с ударными инструментами Со всем маленьким барабаном И там будут и литавры И там будет и там-там Очень интересно, очень красочно Также будет переложение испанской рапсодии Равеля Знаменитого французского композитора Это в оригинале произведение для оркестра написано Но вот Яны Спелше сделал редакцию Для органов «Четыре руки и четыре ноги» И поскольку наш орган очень богат на краски Именно как оркестровые Так там буквально ты слышишь реальный оркестр Плюс еще ударный инструмент Который придает особый шарм всему этому И что очень важно и интересно Это то, что впервые за всю историю этого фестиваля Впервые за 32 года Все это будет транслироваться на видеопроекции внизу на экране И слушатели смогут увидеть, как органист играет Как это происходит, когда двое там руки свиваются, как змей Это такой-то экзотический танец И увидят, как ударники работают Увидят, как мы, ассистенты, работаем И это, конечно же, мне кажется, обогатит музыкальные впечатления Пришедших, так это я всех приглашаю Концерт действительно уникальный, вы не пожалеете Я хочу еще просто спросить по поводу ударных Ведь мне кажется, это очень редкое такое сочетание Орган и ударные инструменты Тем более, что ударные инструменты считаются больше, ну, скажем Соответствующие там популярной музыке Они задают ритм И в классической музыке, ну, не так часто используются А вот здесь, наверное, это достаточно редко происходит Да, не часто услышать орган с ударными инструментами Ну, первая причина, это очень такая простая Потому что все-таки эти ударные инструменты надо пронести Установить И это все достаточно энергозатратно А насчет того, что в ритмической музыке Не академически, это поп, рок Там в основном играет ударник, который играет на комплекте Там, наверное, видели большой барабан, там тарелки разные И он там один сидит, и во все стороны тут Да, это комплект, это такая ритмическая группа Которая характерна для ритмической музыки Это джаз, поп, рок и так далее, и другие стили В классической музыке ударные инструменты Используются достаточно часто Уже начиная с классических симфоний И даже ищет баракальных Литавр, допустим Они все в оркестре участвовали Потому что, когда приходит какой-то такой В произведении кульминационный момент Когда играет весь оркестр Так вот этот удар По литаврам, он создает такой особый эффект Дает такую особую кульминацию Мощь такую И, конечно, с развитием музыки Больше к эпохе романтизма И современная музыка Ударные инструменты зачастую Даже на первый план выходят Потому что у нас расширяется кругозор Мы узнаем новые инструменты Допустим, экзотические какие-то инструменты Из Мексики, из Африки Все они приходят в обиход композиторов И у них у всех разные звучания И в современной музыке Даже так, что есть даже Специальные соло-произведения Только для литавр Вот наша знаменитая ударница Элина Энзела Которая заняла первое место На очень престижном конкурсе Ударных инструментов Она там исполняла Как раз-таки сольное произведение Вот вокруг нее были Они выглядят как котлы Эти литавр Такие медные большие котлы Такая хрупкая девушка У нее семь штук И она по ним этими палочками Ну, как колотушки выглядит И очень виртуозно перемещается Буквально смотришь Удивляешься Как такое чувство ритма Как она так быстро может успевать И все это так запомнить Потому что все-таки Мне, как органистка Я все-таки запоминаю не только ритм Но это какую-то музыкальную интонацию Вверх, нит идет мелодия Гармония какая-то А у нее только чистый ритм Мне кажется, это очень сложно Но она абсолютно гениально С этим справляется Ну, так и касаемо этого концерта Орган с ударными встречается редко Но даже в латышской органной литературе У того же Марги Розаринча Есть произведение для органа И с литаврами И конкретно для этого и написано Оригинальное произведение В данном случае оно тоже В этом концерте будет звучать И поскольку остальные произведения Которые я уже упомянула Равеля, Болеро и Испанская рапсодия В оригинале написаны для оркестра То без ударных инструментов Оркестр немыслим И поэтому партии оркестра Как бы все Основные партии Все играет орган А ударные партии Которые есть в партитуре Вот они все ударники играют Вот эта знаменитая мелодия Болеро Которая потихонечко Развивается Разбивается Развивается Ну и в финале же там И в финале Да, я понимаете Я как бы это произведение знаю И репетиция тоже не первый раз У меня уже как бы регулярно Ассистент именно на это произведение Но я каждый раз Когда идет гульминация Болеро И когда Иварс Ударник играет на литаврах На там-таме И на большом барабане И как эти все слаженные движения Что именно по музыке Каждый раз меняет инструмент И под конец тремоло Это вообще потрясающе Я сама всегда смотрю на него только Я свои дела сделала Там все переключила И смотрю только на него И каждый раз как заново Это очень интересно Кстати, самая трудная партия В Болеро знаете У кого? У маленького барабана Потому что Вот этот ритм Там-там-там-там-там-там-там Десять минут Ни направо, ни налево И я у Микуса спрашивала У Мартынича Спрашивала А как, как Вы можете Десять минут Ну прям как автомат Он говорит Ну ты входишь в такое Как медитативное состояние Ты просто отключаешь голову Отключаешь все мысли Это знаете Как вот сейчас популярна Эта медитация Быть в моменте Здесь и сейчас Да Вот если ты не в этом моменте То ты собьешь весь оркестр Это самая трудная Мне кажется Это самая трудная партия Вообще Когда-либо существовавшая На свете И вы реально Это сможете увидеть Как он действительно стоит У него Он смотрит Куда-то вверх И только там Там-там-там-там-там Ну это вообще классно Да Ну мы сейчас Сделаем небольшую паузу После чего вернемся В студию Продолжим Рассказ Во-первых О культурной афише О тех событиях Классической музыки Концерта Которые можно посмотреть И посетить На этой неделе И в начале Следующей недели Со среды до среды Лариса Царькова Органистка Наша латвийская И организатор Фестиваля органной музыки Сегодня в студии Продолжается разворот Его сегодня ведет Олег Века И это культурная среда Мы говорим о концертах И вот как раз Сегодня у нас Органист И организатор Фестиваля органной музыки Лариса Царькова Может быть Вот мы Если говорим про В фестивале органной музыки Сколько примерно Органов В Латвии Ну если говорить Про Латвию На которых вы играли То есть Можно ли Представить Сосчитать Ведете ли вы счет Такой Ну если конкретно На тех которых я играла Ну где-то около 20 Наверное будет Ну в общей сложности У нас где-то Так чтобы не соврать Ну в общей сложности Где-то около 300 органов Точно у нас есть Но проблема Латвии В том что Не все органы В таком состоянии Что можешь прямо Вот так прийти И сразу на нем играть Есть большое количество органов Которые действительно В хорошем техническом состоянии Но еще больше тех Которым нужна помощь Которые надо Настраивать Технически Их улучшать В общем мастера звать Потому что Особенно это характерно Для провинции Для таких Дальних регионов Потому что органы Находятся в ведении Общины конкретной Церкви И не всегда Не всегда есть Финансовые возможности Чтобы его В идеальном состоянии Поддерживать И поэтому Вот одна из этих идей Что я сама из Латгалии Из региона Латвии Латгалии И Поэтому родилась идея Этого Латгальских органных дней Что Основная идея фестиваля Что мы не только Привозим хороших солистов И хороших музыкантов Латгалию Куда тоже Не каждый день у нас ездят Потому что все-таки Это далеко Никому не хочется Основная жизнь идет В Риге В Цессисе В Алмир В Энспил Сейчас лепая А в ту сторону Никто особо-то и не едет В Резек Мы построили Сейчас концертный зал Горс Слава Богу Что-то происходить Начало Но в церквях В принципе Да Вот именно благодаря Тому, что в фестивале Начали происходить Эти концерты И одна из главных Наших задач Это не только Организовывать эти концерты Привозить музыкантов Но и собирать пожертвования На реставрацию органов И каждый год Мы выбираем Конкретный орган Которым мы помогаем И за эти 10 лет Который фестиваль уже идет Мы уже можем гордиться Что есть дела Которые уже завершены То, что Допустим В Роговке Два года назад Абсолютно сделали До конца Треставрировали орган Очень важный Исторический орган Который построен В Латвии Колбе Мастер Колбе Один из самых Его больших органов И да Мы тоже свою артаву Туда Свою лепту Внесли И два года назад Его уже Все Он уже Абсолютно Идеальное состояние Сейчас вот Велико уже В процессе Скоро Я думаю Год-два И закончится Там мы тоже Принимали участие И ну да Так что А как вообще Проходит этот фестиваль В каких городах И какая программа Обычно в фестивале Фестиваль обычно Проходит во второй Половине июля В этом году Мы начинаем 12 числа Это вот в эту пятницу И идет до конца июля Значит В этом году С 12 июля По 27 А есть традиционные места Где мы проводим концерты Это Карсова Там проходит концерт Особых гостей Которые мы приглашаем Людей Которые Музыкантов Которые очень Известные Не только в Латвии Но и за рубежом Лауреатов Большого музыкального Приза Ну таких людей Которых каждый день В Латвии не увидишь И в этом году В этом концерте Принимает участие Вита Каунцема И Лена Андрета Каунцема Это наши ведущие Органистки Латвийские Которые Которые рукоплещут Не только в Латвии Но и за рубежом По всей Европе И в Америке И Канаде И где только нет И вместе с ним Будет выступать Молодой Сопран Лаура Пурена Которая В 2016 году Стала лауреатом Конкурса Таланты Инесси Галанте Так что Очень замечательный Концерт Также традиционное Место у нас Естественно Заключительный Концерт Фестиваля Это Резекна Кафедраль Сердца Христова Язус Сердца Катедрала И там у нас Происходит Заключительный Концерт И также Мы присуждаем Приз Молодому Органисту Латгалии Поскольку у нас Также есть Традиционный Концерт Для молодых Органистов Которые учатся Пока еще В музыкальных Школах На специальности Орган В этом году Они играют В Балвской Лютеранской Церкви И так вот Мы следим Целый год Как они развиваются Как они выступают Чему новому Они научились И самому-самому Такому Активному И талантливому Присуждается Этот Научитель Такой приз И вот он На заключительном Концерте Присуждается В этом году Еще у нас такая новость Что мы организуем Также и мастер-классы Для молодежи Все-таки Юбилейный год 10 лет Так вот Их проведут Замечательный Органный дуэт Из Санкт-Петербурга И Печор Дина Икхина И Денис Маханьков Они мне кажется У вас были Когда-то в гостях И вот У них как раз таки Несмотря на свой Достаточно молодой возраст У них очень большой опыт Работы именно с детьми И с молодежью Потому что Все мы знаем Одно дело Учить взрослого человека Который уже Выбрал свой путь И реально понимает Зачем ему это надо И почему это так делать А другое дело Работать с подростком Или с ребенком Который Может быть Еще не до конца Определился Он еще может быть А ну Как бы Сложно Не сложно Ну непонятно А тут приезжают И какие-то новые идеи Какие-то новые впечатления И мне кажется Это будет очень хорошо И полезно Деткам Аудитория Вот насколько Кто ваш Зритель Слушатель То есть насколько Жители Латгалии Поддерживают Этот фестиваль Своим посещением Да За этот период Что мы работаем В принципе Мы уже стали Традиционным мероприятием Нас ждут И спрашивают Когда же мы будем В следующем году будем А в каких местах Вы будете И очень часто Бывает такая ситуация Что сами Представители церкви Звонят А когда вы к нам приедете А почему вы нас Сегодня в этом году Не позвали Ну у нас Конкретное количество Концертов Как бы всем не можем Но у нас как бы Уже очередь идет Даже расписана вперед Точно такая же ситуация И с музыкантами Что они уже как бы Вперед записываются Мы хотим у вас Участвовать Когда можно Я говорю Ну этот год Следующий год Точно нет Ну вот через два года И аудитория у нас Конечно местные Латгайские жители Прихожане церквей Молодежь Которая в том регионе есть Также на лето Обычно к своим родителям Приезжают родственники Дети Внуки и так далее И очень часто Очень часто бывает Что среди публики Есть и туристы Туристы из рубежа Были из Франции Были Из Испании Были даже из Америки Из Норвегии Ты просто удивляешься Как так все В принципе Какой маленький у нас мир То есть получается Что туристы приезжают Ну посмотрите Регион Латвии И заодно И заодно Да Потому что Обычно Когда едут Латгали Они смотрят Туризм Они смотрят Природу Они обязательно У них какая-то Культурная программа Они какие-то музеи Посещают И обязательно Обязательно Храмы В храмы они ходят Очень часто Туристы И во всех туристических Информационных центрах Есть информация О нашем фестивале И они очень Очень с удовольствием За раз и объединяются Вы рассказывали про то Что поддерживаете Молодых Начинающих Еще только Проходящих обучение Органистов А вот насколько Ну вот мы На этом рынке Условно говоря Органной музыки Вот Есть потребность В новых музыкантах И нет ли опасности Что вот на эти 300 органов Будет Ну 300 условно говоря Музыкантов И вот уже будет Тяжело им Получить Потому что ведь Это же не скрипка Которую может Ну вот Человек приобретает Свой собственный инструмент А орган Вот количество органов Сколько есть Столько есть И больше наверное Уже не будет Ой знаете Такой вообще Интересный вопрос Во-первых Орган приобрести Конечно если ты хочешь Для занятий То это Скорее всего будет Цифровой орган Либо какой-то поддержанный Можно купить Потому что Не всякий раз Ты можешь попасть В церковь заниматься Да И деточки В принципе занимаются На пианино Учат ручные партии И потом как бы Либо в церкви Либо в своем Учебном заведении А насчет перепродукции Это палка О двух концах Потому что Во-первых Учиться на органиста Это достаточно сложно В общем Мы будем реалистами Да Это 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 выбор Достаточно осознанный Которому человек В принципе приходит Уже в таком возрасте Когда Когда он уже понимает Что он хочет Что-то из жизни И поэтому Я очень рада Что молодежь Уже как бы пробует И Этот стереотип Что это Неподъемный труд То есть Стереотип Понемножку уходит Да Это сложно Но когда ты понимаешь Что этот звук Он который живой Который длится И ты в церкви Занимаешься Это опять-таки Это акустика Это Все это культурное наследие Которое есть в этом И все ассоциации Все архетипы Которые идут С этим храмом Что это через себя проходит И ты действительно чувствуешь Что ты соприкасаешься К чему-то большему Что в своей Допустим Каждодневной жизни Ты можешь не встретить Поэтому Как бы Я рада Что молодежь идет По этому пути Перепродукты Не грозит Потому что Не все станут Концертными органистами Это все-таки Должен быть Особый склад характера И ты должен быть Такой достаточно Человек Который Легок на подъем Согласен путешествовать Проводить долгие часы На репетициях Перед концертом Чтобы нам Допустим Подготовить Часовую концертную программу Мы До этого репетируем Где-то 4-5 Это не так Что мы приехали Чук-чук-чук Попробовали И давай Все поехали Попилили Поиграли Нет И организм приходит Обычно Солист приходит Где-то за 2 часа До концерта Организм приходит За 6 часов До концерта И сидит там Собирает свои регистры Кнопчики Все записывает В общем На это не каждый готов Но Очень многие из тех Которые учатся органу Выбирают свой путь Как церковного музыканта А вот тут На эти 300 органов Нас еле-еле Соберется Профессиональных органистов На пальцах Может быть Одной Двух рук Потому что Очень часто Ситуация такая Что Ты приезжаешь В провинциальную церковь И Мессу Или богослужение В зависимости От конфессии Играет Просто местная Женщина Или мужчина Который Ноты читать умеет И Это не всегда Профессиональный органист И Разное По-всякому бывает И поэтому Когда мы Допустим Приезжаем В конкретное Место С концертами То если Есть органист То мы С удовольствием Показываем ему Какой-то репертуар Новый Показываем Какие-то технические Приемы Сама точно Помню Что Одну органист Я сподвигла На то Чтобы она Начала Педали играть Ногами Не только руками Она Как я Пока я найду Где Пока я попаду Ой да что вы Да нет Да лучше не надо Я же там вообще Я говорю Ну подождите Вы начните Только с одной ноты Вот это до Которое Вот тут То же самое до И внизу Там где до У вас на руках Ты попробуй Педальки Хоп и нажали Она говорит Ой Оказывается Это не так Слушно Я говорю Вот эту картошку Вот тут нажимаете до В конце нажмите до А перед этим Нажмите ту вторую ноту Которая очень хорошо Будет сочетаться Ну по гармонии Как бы понимаете Чего мы объясняем И таким образом Смотришь Она уже две ноты Изиграет В следующем году Приезжаешь Она уже Ооо Весь басочек Так красивенько играет И человек сам доволен И рад Да Поэтому очень важно Все таки Чтобы вот эта молодежь Пусть даже они дальше Не пойдут на профессионального органиста Но чтобы они имели Представление о том Как что такое орган Что с ним можно сделать Как на нем правильно играть Чтобы если возникнет Необходимость Человек который умеет это делать Потому что Всякое разное бывает Но можно ли сказать Что в Латвии Вот по количеству органов На душу населения Мы достаточно Занимаем Ведущие положения Да У нас их действительно много Действительно много И если бы всех Их довести до ума И до такого идеального состояния Как это допустим В той же Германии Или Голландии Это было бы просто прекрасно Потому что Мы чем отличаемся Что Вот действительно Не было бы Счастья Да несчастье помогло В связи с тем Что у нас никогда В Латвии Особо много не было денег Чтобы перестраивать органы Мы избежали той участи Которая в западноевропейских странах есть Что они перестроили Свои исторические органы Так вот Немцы сюда едут За немецким романтизмом Они смотрят на наши органы И говорят Да у вас У нас вот такие были Мы их всех перестроили Под него барок Или под еще что-то Потому что это было Такое модное течение Деньги были Все хотели А у нас ничего этого не было Поэтому это у нас В таком законсервированном виде И очень часто бывает Да Приезжает какой-то немецкий мастер И нам кажется Ну как Обычно наш орган Таких навалов Какой хочешь Бери не хочу А он сидит И просто рад Что он услышал Как по-настоящему Оказывается звучит Говорит У вас тут все оригинальное И эти регистры все оригинальные И тут клавиши И звучит все Как надо Идти трубы в органы У вас тоже все Абсолютно сохранилось С тех времен Какие вы счастливые А у меня вот как раз Вопрос по поводу Всех регистров и труб Ведь в отличие от Ну условно говоря От скрипки Которая Ну вот музыкант Может взять чужую скрипку Но понятно Что она так же сделана Столько же струн Каждый орган У каждого органа Вот есть огромное количество Регистров Этих педалей Как вот вы играете То есть вот Ну это же практически Абсолютно Ну другой Вот орган домского собора И орган там Ну как условно говоря В церкви там Святой Гертруды Это разные совершенно инструменты Как вот органисты Справляются с этим С опытом С опытом Конечно когда у тебя Очень мало опыта Ты приходишь И каждый раз Как первый раз И да Органы в принципе Они ты примерно знаешь Либо это романтического стиля Орган Либо такого баракального стиля Тоже примерно представляешь Что там может быть Поэтому очень часто Перед концертами Мы просим нам прислать диспозицию Что такое диспозиция Это список регистров Которые есть у органа А также Сколько клавиш орган Не потому что бывает Что клавиш бывает больше А бывает и меньше И если в твоей произведении Есть допустим Какая-то соль Которого нет На этой Это значит На клавиатуре Значит что должен Что-то переделать То же самое С педальными клавишами Количество тоже отличается Также отличается И ширина клавиш Мензура так называемая Скрипки кстати тоже Ни один скрипач Не будет играть В концерт на чужой скрипке Потому что мензура отличается Он может просто не попасть Им надо привыкнуть Ну по крайней мере Недели две А нам к органу Надо привыкнуть За те пресловутые Шесть часов Которые я приехала До органа Поэтому мы Мега быстро адаптируемся Ты должен понять Ага Значит тут короче Значит там я играю Октавы ниже Не там где я привыкла А иначе Педали шире Значит я должна подумать Что если я ногу Я уже знаю как бы Расстояние где находится От до 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 Значит я должна По время игры подумать Так ногу надо подвинуть Подальше Потому что значит Я не попаду просто-напросто На это до Ну либо в крайних случаях Посмотреть Допустим я недавно Играла в угалы И там педаль Ну действительно Очень широкая Ты там действительно Должен посмотреть Если у тебя какой-то Далеко куда-то Нота отстаёт От другой Должен реально посмотреть Куда ты ногу ставишь Потому что Совсем не туда И это будет некрасиво А регистры Да С опытом ты знаешь Что какой регистр Обозначает Как он может звучать Но названия регистров Одинаковые Но не всегда Они звучат одинаково И поэтому Это такой творческий процесс Ты подходишь И каждому инструменту Заново создаёшь произведение Потому что И мне это очень нравится Никогда не будет Два раза одинакового Никогда Акустика Техническое состояние органа Краски Которую он может предложить И ты каждый раз Заново придумываешь И да Это просит времени Это иногда ты просто Хватаешься за голову Боже, 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 боже Помоги Ничего не получается А потом Ты находишь ключи К этому органу И он начинает звучать Именно так, как надо Это самое потрясающее Это чудо Которое происходит Если составить Топ, условно говоря Органов Латвии Ну вот Каких-то самых интересных мест В которых можно послушать Какие бы вы Выделили органы Которые Можно было бы Обязательно Посоветовать Может быть Не обязательно Что это должны быть Самые знаменитые Но вот Ну, во-первых Конечно Рижский домский собор Это уникальный орган На который в очередь Стоят все органисты мира Потому что он Такой единственный В Риге Также Мне очень нравится Недавно Отреставрированный Орган В церкви Святой Гетруды Старой Гетруды Зауэрэ Тоже Немецкая фирма Тоже романтического типа Но он более такой Открытый Более Более Напористый Что ли Если фирма Валькер Которая в домском Стоит Он такой Более Округлый Мягкий Да тут Более такой Прямой Тоже Очень замечательный Орган Исторический Также Еще В Риге Мне нравится Орган Англиканской Церкви Которая находится Рядом с президентским Дворцом Это английский фирма Орган Небольшой Компактный Но очень Очень приятненький И По Латвии Обязательно Надо съездить В Лепаю В церкви Святой Троицы Там Одно время Этот орган Был самым большим В мире Потому что Он действительно Четыре мануала Он огромный Он огромный Он исторический И там буквально Прям веет Стариной От него Ты как сел И если кто-то Видел фотографию Органного пульта Эта консоль Органная Да там Куча Всех этих регистров Разноцветные И там Баракальные украшения И звучит он Просто потрясающе Вообще Вкупе с этой церковью И со всем Баракальным интерьером Очень нравится мне Орган Да не просто На нем играть Кстати Да Но он потрясающий Там такие краски И обязательно В церковь Угала Надо съездить Это под Венспилсом Это в сторону Венспилса Потому что Там орган Построен был Тогда Когда Баху Было 15 лет Это исторически Единственный Исторически Автентический Орган Латвии Баракального типа Ну туда Как паломничество Должно быть Просто Я не знаю Все органисты Просто каждый год Обязательно Как вот люди Идут в оглону Так ты должен Ехать в угалы Потому что Если ты не играл На угольском органе Ты ничего не знаешь Об эпохе баракка Там специально Там он интонирован Иначе Там он звучит иначе Допустим Там Он звучит Немножко повыше Чем обычные органы И также Интонация Поскольку расстояние Между звуками Разные То когда ты Играешь Допустим Баракальную музыку То вот Все эти Знаки Которые там Встречаются Здесь Они пока Здесь Не знающим человеку Сначала показываются Что так криво звучит Но в этом Это вся изюминка Что ты гладко 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 И тут Такой Кривенький Звук Который придает Характер Этой музыки И раньше В баракальное время Это называли Чёртовой квинтой Или чёртова Нога Вдруг вылезает Всё так гладко Гладко Ровно И тут Резко Что-то такое Ааа Да И нашему слуху Мы привыкли К таким диссонансам Таким острым звучанием Нам как бы Это так А во времена барокко Когда действительно Все звучания были Такие мягкие Округлые Очень такие Благозвучные Ну вот как Григрянский хорал Например так Ассоциация Все такие благозвучные И тут какая-то Нота Которая вообще Не вписывается Зато это эффект Ну что же У нас на самом деле Вот очень мало Времени осталось А ещё есть Несколько Событий Но наверное Самое главное Что нужно Сказать Что 12 июля Вот как раз таки В старой церкви Святой Гертруды Будет интересный Концерт Антонио Вивальди Времена года Просто Будет Елена Привалова Эпштейн Органом Я понимаю Исполнять роль Оркестра Да Да И Юрий Савкин Будет играть Естественно роль Скрипки Ну замечательный Вообще Режский скрипач Это просто потрясающе Мне кажется Он гений Гений просто И Ирина Великжанина Замечательная Виолончелистка Будет исполнять Партию Виолончели И в принципе Ребята молодцы Потому что Они сделали Свою собственную Аранжировку Этого произведения Достаточно трудного И я слышала Этот же концерт В апреле В церкви Стояна Ой всем советую Замечательная музыка Ну и Фестиваль музыки Барокко Старинной музыки В принципе Вот будет Шедевром Мексиканского Барокко Концерт И в Рундальском дворце 13 июля Целый день Будут проходить Концерты И прелесть Этого Ну вот Посещение Этого мероприятия В том что Там костюмировано Все костюмировано То есть Вы как будто Вы попадаете В 18 век И вас встречают Уже У входа В Рундальский дворец Женщины Там В париках В старинных платьях И вот все это Все это Погружение Вот в эту эпоху Придает дополнительную Зимонку Ну и конечно Здесь будет Шикарный Совершенно лучший Арии Из опер Генделя Будет петь Сергей Егер С контртенор С удивительным Голосом Совершенно Ну и по-моему Завершается Всегда тоже Временами года Вивальди Концерт Да И хотелось бы отметить Почему особенно Надо туда съездить Потому что здесь В основном Будут играться На исторических Инструментах Конечно же Это значит Скрипках Это жильные струны Это мягче звук Те же самые Барочная гитара Барочная арфа И сама признаюсь Я никогда в жизни Не видела барочную арфу Так близко Надо будет обязательно Съездить посмотреть И действительно Музыканты Которые здесь собрались Они все мастера Своего дела И послушать Автентичный Мексиканский барок Это мне кажется Уникальная возможность Для Латвии Ну и вот 14 июля В Домском соборе Продолжается 32-й фестиваль Домского собора И будет еще Один концерт С такой Достаточно Обширной программой Вот И Илзерейны Будет Я понимаю Играть на органе Да И будет арфа И также флейта Да Сочетание органа С арфой Достаточно нетрадиционное Очень интересно 14 июля У нас как раз Такие Влад Галли Тоже В Круспилсе Будет тоже Арган и арф А только там другая Будет органист И другая арфистка Но в любом случае Да Это действительно Очень редкое Уникальное Сочетание инструментов Что обязательно Стоит посмотреть И послушать Не каждый раз Так увидишь Ну и если вот будете Вы в Влад Галли То тогда обязательно Обратите внимание Где можно найти Расписание Ваших концертов Наверное На фейсбуке Где Да У нас есть на фейсбуке Своя страничка Где самая актуальная Информация Регулярно обновляется И там же есть И контактный телефон Если кого-то интересуют Какие-то вопросы Можно спокойно звонить Огромное спасибо Ларису Царькову Органист Организатор Органных дней Влад Галли Сегодня была Наша студия Это была программа Культурная среда Спасибо вам До новых встреч Спасибо